Когда жизнь праздник, начинаешь ценить будни. Слова не мои, а одного одесского врача. Но я думаю, нам всем стоит прислушаться к этому мнению. Сегодня предлагаю в будний день обсудить массовые мероприятия, которые будут проводиться в нашем городе. В студии городской канал Камертон социальная сеть. Здравствуйте, с вами Антонина Махнева. Интерактивное голосование у нас сегодня следующее. Чего не хватает в Иркутске? Благотворительных акций, общегородских праздников или мероприятий международного уровня. Голосуйте, итоги подведем в конце эфира. Также дозванивайтесь к нам в студию, телефон прямого эфира 707020. Обсуждать тему общегородских мероприятий я буду сегодня с исполняющим обязанности директора муниципального автономного учреждения праздник Михаилом Зубковым. Здравствуйте, Михаил Петрович. Ну, я думаю, все складывается таким образом, что в Иркутске очень любят массовые гуляния, различные праздники, будь то Новый год, День города, Масленица или любой другой праздник. На все предложения администрации с радостью все всегда откликаются. Дайте, пожалуйста, краткую информацию сейчас о некоторых мероприятиях, которые в ближайшее время нас ожидают. Я думаю, стоит начать с Дня первоклассника. Недавно у нас была в студии Валентина Перегудова, рассказала, что это новшество нашего города. Давайте конкретную информацию сейчас, когда, куда приходить. Да, 1 сентября мы впервые в Иркутске делаем так называемый День первоклассника, куда мы приглашаем после линеек всех тех молодых людей, которые первый раз пошли в школу. Мы для них делаем много интерактивных площадок на площади у Александра Третьего, где они могут поиграть, поучаствовать в различных уроках. Этих уроков будет 4, площадок будет 12. Они за участие в этих уроках будут получать отметки, и лучшие из них будут получать призы. Интересно это очень все. Например, конечно, не хотелось бы все сразу раскрывать, но хотя бы пару площадок самых интересных. Физкультура, труды, русский язык, математика, рисование. Но у нас первоклассников же очень много. Как будут справляться с такими объемами? Поэтому площадок их достаточно много, чтобы вместить всех желающих. То есть можно будет чередоваться сначала? Да. Кроме того, сами площадки будут работать с 13.00 до 16.00, и за это время все успеют поучаствовать везде. Соответственно, финальное награждение произойдет в 4 часа, в 16.00 уже на основной сцене. То есть день такой насыщенный для первоклассников ожидается? Более чем. Следующее событие, которое хотелось бы обсудить, это эстафета Олимпийского огня. Напомню телезрителям, что 24 ноября в наш город на поезде Олимпийский огонь прибудет. И расскажите, пожалуйста, что дальше с ним произойдет. Да, на самом деле беспрецедентное в истории нашего государства мероприятие. Олимпийский огонь пропутешествует по 125 городам России, и одним из городов таких будет Иркутск. И что надо отметить, что в Иркутске будет не одно празднование, а несколько промежуточных празднований на территории всего города, на протяжении всего маршрута. И финальное празднование состоится на сквере Кирова. И по нашим прикидкам такого шоу еще не было. Во-первых, никто не делает это еще зимой, и для нас это будет испытание, но мне кажется, нам, сибирякам, не привыкать. Конечно, мы привыкши к таким температурным режимам. А еще какая-нибудь особенность? Значит, Иркутская область выбрана одной из площадок для спецпроектов. То есть спецпроектов в эстафете Олимпийского огня всего четыре. Это Северный полюс, это гора Эльбрус, это космос и это озеро Байкал. То есть самая нижняя точка всей эстафеты, самая глубокая, это погружение Олимпийского огня на глубину. Каким образом это будет осуществляться? Есть определенные специальные технические нюансы, которые позволяют перезажечь огонь даже под водой. Но для этого будет какой-то специально отобранный водолаз? Дело не в специально отобранном водолазе, а в специально отобранном оборудовании для этого. Потому что нечасто мы видели, как огонь перезажигается под водой. Все понятно, спасибо большое. Но еще одно интересное мероприятие у нас предстоит, правда, в 2014 году. Это чемпионат мира по хоккею с мячом 2014. Да, чемпионат мира по хоккею с мячом для мужских команд. Он впервые будет в Иркутске. Надо сказать, что в 2012 году был чемпионат женский, который с успехом прошел тоже в Иркутске. Но это один из основных видов спорта для Иркутска. И поэтому мы ждем с нетерпением. Здесь будет очень много команд, очень много болельщиков. Хоккеисты нашей местной команды тоже будут в составе одной из команд. Поэтому это будет очень интересно. Насыщенная зима нам предстоит. Очень насыщенное в плане мероприятия. Еще же будет Новый год. Ну, зима у нас не скоро. Я думаю, мы еще, может быть, встретимся с вами в эфире, чтобы поговорить об этом. И сейчас хотелось бы очень подробно, детально обсудить одну акцию, которая в нашем городе в этом году стартовала и продолжается по сей день. Для начала хотелось бы зачитать небольшой материал, чтобы всем было понятно, о чем идет речь. Здравствуй. Мы с тобой никогда не разговаривали. Я жил много лет назад. Я тоже ходил в школу, гулял с друзьями, играл в разные игры. Из еды больше всего любил, не поверишь, картошку. И когда мама приходила ночью поцеловать. Вот это тоже. Я знаю, и ты все это любишь. А потом меня убили. Убили, потому что шла война. Я умер за тех, кого люблю. Умер, чтобы у моих близких было будущее. Сегодня я хочу попросить тебя об одной вещи. Вспомни меня. Я знаю, ты найдешь мою фотографию, увидишь меня, узнаешь мою историю. И тогда я смогу жить, жить в твоей памяти. Помни меня. Именно с этого письма в городе Челябинск началась акция под названием «Помни меня». И для того, как мы начнем подробно о ней разговаривать, хотелось бы спросить вас. Лично вы относили фотографию своих родственников для участия в этой акции? Да, я относил фотографию своего дедушки, но я не афишировал это до сегодняшнего эфира. Дело в том, что эта акция затронула очень многих в этом городе и получила очень живой отклик. И фотографий было настолько много, что мы, когда размещали это в июне, мы не ожидали, что такое количество фотографий будет. И поэтому мы сейчас, 2 сентября, делаем как бы дополненную и обновленную стену памяти, куда войдут уже все фотографии, собранные на данный момент. Кроме того, вообще эта акция, она стартовала в этом году, но она подразумевает собой подготовку к 70-летию Победы, которая будет в 2015 году. И к которому мы соберем очень большой архив этих фотографий и участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Но стоит сказать, как я уже отметила, что акция началась не в нашем городе, а началась в Челябинске. Предлагаю сейчас посмотреть сюжет о том, как это было, а потом мы продолжим. Такие очереди можно было видеть в Челябинске 3 года назад. Все эти люди – участники патриотической акции «Помни меня». В копировальные центры они несли фотографии воевавших близких, чтобы потом разместить снимки на стене памяти. О долгих часах ожидания не пожалел ни один. Это очень дорогие люди. Я хочу, чтобы молодежь тоже помнила это все. Все фотографии, которые удалось собрать, систематизировали. За неделю до Дня Победы начался монтаж стены. Пока шла работа, люди приходили сюда с цветами и искали снимки своих родных. Челябинская стена памяти – самая большая в России. Ее общая протяженность – 1418 метров. В ровно столько дней длилась война. А началось все с уроков памяти в челябинских школах. После них 300 тысяч южноуральских школьников начали доставать фотографии воевавших родственников из семейных альбомов, где те хранились годами. Челябинский опыт и послужил отправной точкой для акции, впоследствии охватившей всю страну. 21 июля этого года своя стена памяти появилась и в Иркутске. Анна Щебенькова, Антонина Махнева, Камертон, социальная сеть. А я напоминаю, что телефон прямого эфира 707020. И те, кто принял участие в этой акции или хотел бы узнать подробности, могут дозваниваться. Мы прокомментируем ваши ситуации. Расскажите, пожалуйста, каким образом началась эта акция в Иркутске? Значит, началась она, как я уже говорил, в рамках подготовки к 70-летию. И она была проведена по инициативе мэра города Виктора Кондрашова и председательной думы Андрея Николаевича Лабыгина. Вот с этого инициативы, с их обращения к иркутянам, и стартовала эта акция в апреле, и мы начали собирать фотографии в центрах сканирования. То есть центры сканирования начали работать только в апреле. За этот срок сколько удалось собрать фотографии? Значит, до настоящего момента мы располагаем такими данными. То есть в первую очередь мы разместили 7200 фотографий, около этого количества. И вот 2 сентября мы дополнительно размещаем еще 6000. То есть более 13000 фотографий наших земляков, участвовавших в Великой Отечественной войне, можно будет найти на мемориале «Вечный огонь». А сколько было всего пунктов сканирования? Около 20. То есть основные пункты сканирования — это библиотеки, это электронная почта и это палатка, которая была около фонтана на сквере Кирова. На данный момент что из этого работает? Только почта? И почта, и библиотеки. То есть сбор фотографий не прекращается. Палатка будет в мае следующего года также установлена. И может быть даже раньше, в апреле, когда будет тепло, соответственно, мы также будем принимать фотографии. Но надо сказать, что поток этих фотографий не ослабевает ни на почте, ни в библиотеках. А что оказалось эффективнее? То есть что удобнее гражданам? Или смотря какие? Так получается, что все три способа приема фотографий, они эффективны. Некоторые люди даже использовали сразу все три. И мы имели фотографии одного человека, полученные из трех источников. Давайте тогда попрошу вас озвучить почту, на которую можно фотографии до сих пор отправлять. Значит, почта помни-собака-ирк.ру, и постоянно туда поступают фотографии. Присылайте, надо, чтобы присылали не только фотографии, можно размещать истории. Истории мы помещаем на сайте, который тоже имеет свой адрес помни-ирк.ру. Спасибо большое. Ну вот у нас накануне пришел вопрос от телезрительницы. Я его сейчас прочитаю. Здравствуйте, меня зовут Анна Васильевна. Мне бы хотелось отправить фотографию на почту, но я переживаю, что ее могут не заметить. Ведь, наверное, фотографий приходит очень много. Как узнать, напечатают ли именно мою фотографию, и можно ли еще отправить фронтовые письма моего деда к бабушке? Да, именно вот поэтому электронный ящик постоянно проверяется, фотографии принимаются, и истории тоже принимаются. То есть ни одна ни фотография, ни история не будет утеряна? Нет, в любом случае мы ее разместим. В Челябинске все началось вот с этого письма, отрывок которого я прочитала. У нас таких писем не было? У нас письма совершенно другие, они также есть на стене памяти, они будут в книге памяти. Когда вы будете подходить к информационным стендам, на которые размещены фотографии, на каждом есть по два письма индивидуально, которые связаны именно с нашим городом, связаны с этими событиями. Ну то есть также работа со школьниками проводилась? Безусловно. Когда мы проводили мероприятие 21 июня, то очень много школьников, около тысячи человек было на этом открытии, они все смотрели, мы рассказывали о сути акции, зачем это. То есть если более старшее поколение хорошо знает о Великой Отечественной войне, то ученики школ, дети, студенты, они вот благодаря этой акции много об этом узнали. Сайт сейчас создан. Насколько он удобен? Там же ведь колоссальное количество информации, может быть там есть какой-то поиск. Как там найти свою фотографию? По алфавитному, то есть по фамилии, по алфавитному, в алфавитном порядке вы можете найти. То есть поиск он по букве, то есть набираете первую букву фамилии, и вы найдете нужную вам фотографию. На данный момент там сколько фотографий? Там работа постоянно загружается. В чем нюанс этой акции? Фотографии все совершенно разного качества, разного формата. Кто-то может даже в другом форме, ну то есть дизайнеры очень много поработали над тем, чтобы фотографии были должного уровня. И печать тоже достаточно качественная, чтобы можно было старые фотографии увидеть в настоящее время. Ну, насколько мне известно, после того, как в июне у нас первый раз стену памяти мы увидели, затем фотографии вошли в книгу. Предлагаю сейчас наглядно ее посмотреть, убедиться в том, что ни одна фотография на самом деле не пропала, а потом мы продолжим обсуждение. Еще минут 20 и последняя страница книги памяти будет готова. Остальные 119 уже напечатаны и даже склеены. В итоге получилось 60 листов общим весом 120 килограммов. Над этой нерядовой книгой специалисты типографии трудились 5 дней. Говорят, результатом довольны, хотя волнений заказ вызвал много. Очень непростой и столь же ответственный. Здесь использована так называемая интерьерная печать очень высокого качества, что означает, изображение будет четким, а этим страницам не будут страшны ни дождь, ни яркое солнце. Эта книга по-своему уникальна. Она очень большая. Ее ширина получается почти 2 метра, метра 25, и длина 4 метра. То есть таких книг у нас никогда не было. В ближайшие дни сотрудники типографии займутся переплетом. Страницы будут крепиться с помощью специальных отверстий – люверсов. Обложку же книги сделают деревянную. Она уже готова, правда, пока в разобранном состоянии. И находится в одной из столярных мастерских города, где ее и изготовили. Состоит она из четырех деталей, общий вес которых – почти 300 килограммов. На работу над обложкой у мастеров ушло почти 2,5 недели. Использована в качестве каркаса сосна ангарская и влагостойкая березовая фанера. Сверху все покрыто алкидными красками, чтобы это выдерживало температуру и наружную влажность. Конструкцию соберут воедино в ближайшие дни. Затем в нее вмонтируют страницы. После книга памяти будет установлена возле вечного огня. Ее презентация состоится 2 сентября. Анна Пологрудова, Александр Барановский, Камертон, социальная сеть. Я напоминаю, телефон прямого эфира 707020. Дозванивайтесь, делитесь своим мнением. Хотелось бы спросить, вот эта технология, сейчас нам полностью ее подробно рассказали, она тоже заимствованная или мы сами мастера? Что касается книги памяти, это абсолютно наше ноу-хау. Это первый такой монумент, который мы здесь в Иркутске придумали. Мы используем примерно листы того же формата, что были размещены на информационных стендах. Но это действительно получается как книга, вы будете держать ее. То есть она на уровне человеческого роста, вы сможете листать страницы. И причем страницы достаточно небольшого размера, что каждый человек может листать эту книгу. В Челябинске, если мы говорим про Челябинск, там были баннеры очень большого формата, и там несколько человек должны были переворачивать эти страницы. Но она считается вообще чуть ли не самой большой книгой, которая... Ну а наша будет считаться самой удобной. Отлично. К нам дозвонилась Валентина Александровна. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, задавайте свой вопрос. Будьте любезны, скажите, пожалуйста, кому обратиться, если не указано неправильно отчество? Спасибо большое. Действительно, видимо, не все удается учесть. Да, не все удается учесть. И ошибки бывают и при электронных письма, когда в палатке собирается информация. Есть телефон горячей линии 620070, по которому можно в любое время звонить и сообщать о тех ошибках, и мы их будем оперативно вносить. То есть и на информационные стенды, и в книгу. То есть нужно будет перепечатать? Один лист или один стенд? Ну, совершенно верно. Если будет вот такая ошибка, мы это будем оперативно исправлять. Все понятно. А когда книга, я так понимаю, что это будет длиться недолго, то есть они немного постоят и их куда-нибудь переместят. Видите ли, живем в суровых условиях Сибири, поэтому мы планируем теплое время осени, чтобы эта выставка стояла. А потом? Потом книгу мы перенесем в один из музеев города, это филиал музея города Иркутска. Солдаты отечества? Совершенно верно. А те фотографии, которые сейчас будут размещены на информационных стендах, мы сделаем в последующем вторую книгу памяти. То есть по лекалам вот первой. То есть у нас, соответственно, у нас к 2015 году будет как минимум три таких книги. Спасибо большое. У нас еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Задавайте вопрос. Здравствуйте, меня зовут Валентина Ивановна. Вообще-то я сейчас услышала ответ, что будет дальше происходить с этими фотографиями. Но меня сейчас интересует. У нас умерла мама 10 мая. Она вообще труженик тыла. И ее фотографию я принесла, но еще ее не видела как бы. 2 сентября будет она размещена. Вот это меня интересует. А когда вы приносили фотографию? Я принесла вот как раз где-то в мае или начало июня. Спасибо большое. Значит, что касается фотографий, которые поступили в мае и июне, они будут размещены вот именно сейчас. Что касается... Ну, почему в книге памяти появились не все. Это вопрос достаточно часто нам задается. Но я советую позвонить по озвученному телефону 620070. Назвать там свою фамилию, имя, отчество своего родственника. И мы в ближайшие дни проверим, будет ли он размещен. И я уверен, что он будет размещен вот именно в рамках обновленной и дополненной стены. Ну, а вообще в книге 60 страниц. Каким образом осуществить поиск? Если со стеной все понятно, ты можешь просто ходить и искать, то с книгой, наверное, сложность. Ты же не можешь стоять и долго не лестать. Если вы помните, когда акция была в июне, были так называемые логистические стенды, где напротив фамилии человека был написан номер стенды, по которому... А сейчас это не номер стенды, это номер страницы. То есть вы так же... Система поиска, она будет такой же. Что касается обновленности на памяти, мы учли предыдущие нюансы и сейчас в алфавитном порядке. Стенды размещаются в две улицы, слева и справа. И по фамильной перечине идет от буквы А до буквы Я, по одной улице и по второй, от буквы А до буквы Я. Соответственно, найти сейчас стало проще. Чтобы телезрители не переживали, какие фотографии их принимали, с какого месяца список был утвержден, тех, которые войдут в книгу, и после какого числа уже в следующую книгу войдут фотографии? Что касается первого этапа, мы принимали фотографии до 31 мая, а здесь мы принимали буквально до, по-моему, прошлой недели. И один из стендов, он будет не в алфавитном порядке, это фотографии, которые были принесены в последнюю очередь. И если кто-то не найдет себе по фамилии, возможно, он будет вот на таком, ну, на крайнем стенде. То есть работа происходит достаточно оперативно? Ну, мы пытаемся все фотографии, которые приносят, разместить. Были ли сложности какие-то при печати такого формата? Ну, как в сюжете было сказано, это высокое качество печати, которое требует больших временных затрат. То есть если там печаталось гораздо больше, и книга изготавливалась дольше, проект ее изготавливался дольше. Мы впервые проводим в Иркутске такую акцию, поэтому много технических нюансов, которые, ну, есть, которые мы оставим. Ну, а почему именно такой формат все же? Для удобства, что они одинаковые со стендом примерно? Это удобнее всего было такое решение? Ну, так удобнее будет потом делать эти книги. То есть они будут одного формата, и, соответственно, мы потом можем размещать это снова на этих стендах. То есть если потом в 2015 году, да, можно потом сделать полноценную выставку из вообще всех фотографий. В каждой семье есть своя история, история связанная с войной, и сейчас хотелось бы посмотреть сюжет как раз про одну из таких историй. И продолжим. Виктория Асланова, оператор акции «Помни меня». В ее задачи входит сканировать фотографии и записывать фамилии именно тех, кто на них изображен. Работа, хоть и монотонная, однако очень ответственная. Именно эти снимки появятся на стене памяти. Виктория говорит, что желающих поучаствовать во втором этапе акции оказалось немало. Эта акция посвящена тому, чтобы мы не забывали наших дорогих ветеранов. И как выяснилось по итогам, и даже не по итогам, а по ходу этой акции, не забывают никто, ни внуки, ни дети, ни правнуки. Фотографии, которые приносят нам размещение на стенах памяти, уже давно перевалили за 10 тысяч. Фотографии своего отца и дяди принес иркутянин Валерий Жуков. Снимки 50-х годов. Рассказывает, что отец Дмитрий Жуков был подполковником, воевал на Забайкальском фронте. Также участвовал в войне с Японией. Среди его наград ордена Красного Знамени, Красной Звезды и медаль за боевые заслуги. Дядя Валерия Александр воевал на Северокавказском и 4-м Украинском фронтах. Был сапером. По радио я услышал, что проводится такая акция, чтобы все последующие поколения помнили о своих родных и о той судьбе, которую им довелось пронести через тяжелые годы времени. И на этих фотографиях запечатлены те, кто принял это тяжелое время на себя, отстоял свою землю. Организаторы акции говорят, несмотря на то, что сборы фотографий уже закончены, иркутяне все еще приносят снимки своих родственников. Те, что не попадут на стену памяти, пока будут храниться в архивах. Их иркутяне смогут увидеть на третьем этапе акции. Во время сюжета к нам в скайп пришел вопрос, хотелось бы сейчас зачитать. У нас есть фотография родственника, который воевал. Она очень плохого качества, не хватает фрагмента. Можно ли ее реставрировать? Вашими силами, я так предполагаю. Дело в том, что за этими фотографиями, за этой акцией стоит труд очень многих людей. Это как и те люди, которые печатали, те, которые собирали, люди, которые ставили палатку, те люди, которые обрабатывали фотографии, те люди, которые создавали эти макеты, те люди, которые искали письма. Соответственно, все фотографии, они обработаны дизайнерами. Любые недочеты, насколько позволяют современные средства техники, исправить, мы это делаем. Из своего личного архива знаю, что бывают такие фотографии, которые, к сожалению, могут быть утеряны около половины фотографии. Сможете ли вы помочь? Важно, мне кажется, в данном случае не качество фотографии, а самопамять, которая и сам факт появления имени твоего близкого человека, имени твоего родственника на стене. Эта же акция, собственно, так и задумана. Мы, когда размещаем фотографию, мы первую стену размещали таким образом, чтобы не сразу человек мог найти, он должен поискать эту фотографию, он должен пройти, он должен посмотреть в лица всех ветеранов, которые там размещены. К нам дозвонила студия Лидия Петровна. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте, слушаю вас. Задавайте, пожалуйста, свой вопрос. Да. Я хотела, знаете, узнать, я не успела фотографии принести папе и там еще родственников свои, которые у меня были на фронте и погибли. И вот хотела узнать, куда можно принести, когда можно, в какое время. Спасибо большое. Ну, давайте еще раз напомним о тех способах, при помощи которых можно фотографии отправить. Значит, вот для Лидии Петровны повторим еще раз, что до сих пор работает электронная почта. Напомним адрес, помни, собака, admirk.ru. Кроме того, в библиотеках, в 17 библиотеках Иркутска бесплатно работают центры сканирования, куда можно прийти в любом районе. Эту информацию можно также получить по телефону горячей линии 620070. И в следующем году мы также установим палатку, где будем собирать фотографии для третьей очереди, третьего этапа. Что касается следующего года и уроков патриотизма, которые будут проводиться в школах, планируется или что-то особенное в следующем году в связи с уроками? Ну, поскольку эта акция получила очень, ну, такой широкий резонанс, естественно, это будет и в школах, и в университетах, в учреждениях культуры. Мы будем снова говорить о важности того, что мы должны помнить своих ветеранов, которые воевали. Мы начали говорить о том, что много людей трудилось и принимало участие в этой работе. Они все волонтеры? Ну, отчасти. Ну, собирали, конечно, фотографии волонтера. То есть, надо отметить, что такой показательный момент, как в школах осуществлялся прием фотографий. То есть, когда на уроках детям говорили, принесите фотографии, человек не просто шел за фотографией, он узнавал, а кто это, а кто моя бабушка, а кто мой дедушка, где он воевал, когда воевал, почему воевали и так далее. Вот это один из основных смыслов этой акции. Не только напомнить тем людям, кто видел своих родственников, но и напомнить младшему поколению о произошедших событиях. Еще какие-то будут мероприятия, которые будут посвящены 70-летию Победы? Ну, безусловно, такие мероприятия будут. Помимо парадов, которые мы все прекрасно представляем, именно какая-то массовая такая работа. Ну, во-первых, вот эта акция, она не имеет сроков давности, она не имеет какого-то ограничения. Я думаю, фотографии эти будут приниматься постоянно. Но что касается вот патриотических акций, которые будут именно к 70-летию, ну мы еще не раз встретимся и, я думаю, поговорим об этом. Я хочу напомнить, что сегодня у нас был интерактив. Перед тем, как мы получим его результаты, это будет через пару минут, хотелось бы ваше мнение спросить, чего все-таки Иркутску не хватает благотворительных акций, городских праздников или мероприятий международного характера, на ваш взгляд? Я думаю, что нет тут какой-то градации. И события международного характера может быть благотворительным и массовым. Иркутску необходимы все три вот этих направления. И я бы не выделял здесь что-то конкретное. Ну, на самом деле, сейчас хотелось бы подвести итоги. У нас победил первый вариант. У нас иркутяне считают, что не хватает благотворительных акций. Ваше мнение на этот счет? Я, на самом деле, благотворительная акция не проходит. Просто, может быть, мы недолжным образом о них узнаем. Может быть, градус подачи информации в средствах массовой информации он направлен не на только... Благотворительные акции есть. Я думаю, что надо просто больше интересоваться тем, что происходит в городе. В частности, несколько выставок, опять же, на этих информационных стендах она до сих пор идет. Есть выставка сейчас на сквере Кирова, дорога к храму и так далее. То есть мероприятия, они есть. Но всю основную информацию можно получить на сайте администрации о тех акциях и мероприятиях, которые происходят? Или нет? Ну, конечно, на сайте администрации постоянно выходят, но администрация — это не единственная, кто делает благотворительные акции. Очень много мероприятий делают и представители бизнеса, и об этом тоже есть информация просто в интернете, не только на сайте администрации. Какие еще праздники нас ожидают, помимо тех, которые мы с вами вначале обговорили? Что еще интересного ждет Иркутян в ближайшее время, в ближайшие полгода, год? Масштабное. Мы уже разговаривали про эстафету Олимпийского огня. Надо сказать, что одним из интересных мероприятий в следующем году будет эстафета Паралимпийского огня. Чем она интересна? Тем, что кроме того, что в ней примут участие люди с ограниченными возможностями, это будет оригинальный способ зажжения огня. Если Олимпийский огонь путешествует по стране, то 27 февраля следующего года он каким-то необычным образом должен зажечься в каждом городе Сибирского федерального округа. В том числе одним из таких городов будет Иркутск. После чего будет небольшая дистанция и опять же финальное празднование на сквере Кирова, которое тоже будет интересно. Будем смотреть, что будет. Спасибо большое вам за эту информацию. Телезрителям я напомню, что гостем нашей программы сегодня был исполняющий обязанности директора муниципального автономного учреждения «Праздник» Михаил Зубков. Михаил Петрович, спасибо, что нашли время и ответили на мои вопросы и вопросы наших телезрителей. Я же с вами прощаюсь. Спасибо, что в течение этой недели вы были с нами и оставались неравнодушными к нашему городу. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok